Аплодисменты 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 В городе Кстово Это спортивный город Хорошая и с спортивно развитой инфраструктурой Мне, как президент федерации бокса Хотелось бы, чтобы на Кстовской земле Все-таки прошло первенство России По юношам или по юниорам Конечно, академия сам потребует ремонта Но в этом году я знаю, что Кстовские жители района Он увидит открытие нового государственного фока, который у вас строится. В этом фоке можно было взять хорошее первенство России. Мне бы что хотелось сказать от лица Федерации бокса. Город Кстова – это вроде спортивный город с хорошей инфраструктурой. Много где спортсменов, чемпионов мира, но никогда не было даже участников Олимпийских игр. Чтобы государство вливало в этот город деньги, нужно и показывать, я думаю, что Олимпийских чемпионов, которые должны быть в городе. Я думаю, все для этого у вас есть. Для этого есть. Буквально полгода назад мы съездили с мэром Нижнего Новгорода, с Олегом Валентиновичем Сорокином на встречу с Хмутко, где была договоренность о выделении 120 миллионов в город Нижний Новгород на постройку боксерского центра. Буквально недавно я звонил Олегу Валентиновичу, спрашивал, как идут дела. Он мне ответил, что вялотекущий, но идут. Все-таки земля уже как бы выделена на мещере. Сейчас осталось только подготовить проекты, сметную документацию, и чтобы никакие политики не могли внести раздор этой школе бокса. Наоборот, надо объединиться губернатору, мэру города, министру спорта, представителю спорткомитета Нижнего Новгорода и построить боксерский центр. И тогда мы начнем ковать на самом деле спортсменов, ну будем говорить, хотя бы среднего звена, да. Хотя бы сделать точку опоры, а точка опоры, она должна быть в Нижнем Новгороде, потому что в области, вы сами знаете, нет ни гостиниц, нет ни хорошего питания. Вот сейчас буквально три дня назад я провел первенство Привожского округа. Конечно, мне в городце удалось это сделать, так как зона отдыха, есть турбазы, где просто простаивают, да. И им было приятно принять 180 участников первенства Привожского округа. И мы вытащили ребят на Россию, двое ребят стали победителем. Поэтому мне еще раз хочется поблагодарить людей, которые помогают этому развитию олимпийского видоспорта как бокса. Большое спасибо!